Добрый день! Вы на канале Стептоп. Мир, труд, май. Кто же не знает этого лозунга? Знают его все, особенно те, кто родились в Советском Союзе. Все мы точно помним, как отмечали мы весь этот праздник. Но праздник этот не советский, не российский, он международный. Отмечать его, по идее, должны везде. Но только почему-то именно в СССР это событие приобрело такое значение и размах. В праздник труда ничего не имею против, тем более это такой весенний день красивый. Если на 8 марта женщинам дарили и до сих пор дарят тюльпаны, и везде они продаются в этот день, то в день труда в основном доминируют гвоздики исключительно красного цвета. Они же были основным украшением и 9 мая, не менее значимый день. Труд для меня как физический, так и интеллектуальный важен. И я верю, что все профессии важны. Иногда читаешь и преподаешь до одури, и к вечеру мечтаешь о том, чтобы сменить работу на физическую. Так как от умственной деятельности устаешь куда больше. Одна моя коллега мечтала бросить преподавать и уехать за границу, устроиться уборщицей, горничной или сиделкой при больном, или инвалиде, или старике. И я тогда только университет окончила, и не могла понять, как такое может быть, чтобы интеллигентный человек с дипломом хотел стать посудомойкой или поломойкой. А теперь я сама понимаю, что мозгами работать порой сложнее, чем руками. Ну, хорошо, что я свою работу люблю. По правде говоря, не представляю себя ни в какой иной роли. Английский не только моя профессия, но и основное хобби. Получается, что мне платят за хобби. А это, как говорится, самое настоящее счастье. Поздравляю всех тех, кто работает, также тех, кто учится, потому что учеба – это еще та работа и огромный труд. Желаю успехов в карьере и учебе. Только высших баллов на экзаменах и повышения зарплаты на работе. Стремитесь совершенствоваться в той сфере деятельности, которую выбрали. А под конец зачитаю юмористическое стихотворение знаменитой «Агни Барто». Оно о труде. Называется «Докладчик». Выступал докладчик юный. Говорил он о труде. Он доказывал с трибуны. Нужен труд всегда, везде. Нам велит трудиться школа. Учит этому отряд. Подними бумажки с пола, крикнул кто-то из ребят. Но тут докладчик морщится. На это есть уборщица. Ну вот такое веселое стихотворение зачитала вам. Надеюсь, что улыбнулись. Ну что, желаю вам хорошего дня. Последнего трудового дня на этой неделе. И готовьтесь к отдыху и к выходным. Пока и увидимся завтра.